Здравствуйте, уважаемые подписчики моего YouTube-канала! В этом видео я хотела бы поделиться с вами мультфильмом, видео, в котором показано, каким образом происходит формирование в нашей психике комплекса неполноценности и образования ложного «я». Перед вами сейчас белый диск с жёлтой точкой по центру. Это наше аниме. И такое состояние психики, такая конфигурация психики у ребёнка, когда он находится внутри утробы матери. Потому что ребёнок в этом состоянии практически не испытывает фрустрацию, и все его потребности мгновенно удовлетворяются. Но как только ребёнок сталкивается с неудовлетворением этих потребностей, у него начинает формироваться в некоторых психоаналитических источниках, это называется шизоидное убежище, некий бункер, в котором аниме начинает прятаться. Сейчас мы с вами это увидим на видео. Вот у нас есть белый диск сознания, вот есть жёлтая точка аниме. И в какой-то момент, когда появляется фрустрация, сразу появляется структура ложного «я». Обратите внимание, происходит рост одновременно и верхнего купола, и нижнего купола. Нижний купол — это шизоидное убежище, куда погружается наше аниме, а верхний купол — это выстраивание идеалистического образа, того, каким я должен быть, для того, чтобы мои потребности удовлетворились. И таким образом и формируется ложное «я». Это нижняя часть с комплексом неполноценности, где находится наше аниме-шизоидное убежище, и верхняя часть, которая выстраивается для того, чтобы соответствовать значимому взрослому, от которого я завишу. И выстраивание этих двух конструкций происходит в тот момент, когда ребёнок рождается, и его жизнь полностью зависит от кого-то. То есть я сам не управляю своей судьбой, моя жизнь зависит от кого-то. Давайте посмотрим видео дальше. И у нас появляется вот этих два купола. Я это называю саркофаг. Этот саркофаг — это ложное «я», состоящее из двух этих частей, и человеческая жизнь не проходит в этом саркофаге. Тогда у человека появляется впечатление, что он не живёт свою жизнь, а живёт какую-то ложную жизнь, которая вообще не про него. Прошу обратить ваше внимание, что на этом видео у нас есть два круга сверху. Один называется «доминируй», а второй называется «подчиняйся». Для того чтобы ребёнку соответствовать требованиям значимого взрослого, для того чтобы этот значимый взрослый потом удовлетворил его потребности, ему надо понять, как себя вести. И для того чтобы понять, как себе вести, ребёнок в своём сознании, в своей психике делает некий отпечаток, некий слепок, некий манекен этого значимого взрослого для того, чтобы с ним сверяться. И таким образом наша психика начинает функционировать в двух режимах. Первый режим — это я подчиняюсь, но когда я наподчинялся достаточно много, как я считаю, в этот момент я начинаю доминировать и требовать того, чтобы мои потребности были удовлетворены. Это в лучшем случае, потому что можно всё время только подчиняться, всё время только отменять себя. Очень неважным моментом в этой конструкции является вот этот зелёный диск по центру, где написано «Протестуй». Когда значимый взрослый у ребёнка был достаточно авторитарным и полностью подавлял его, полностью отменял его, то такой же значимый взрослый такой же прообраз будет и в психике этого человека. И для того, чтобы защититься от этих атак, от того, что мне надо, от внутреннего давления, я ухожу в протестное поведение. Если вы заметили на видео, люк «Протестуй» — он захлопывается. И человек находится в этом шизоидном убежище, в этом подземном бункере, и он фактически не контактирует с внешним миром, а находится всё время в протестном состоянии, в постоянном противостоянии тому, что вовне. Помимо этого, вот в этом нижнем бункере, где сохраняется анима, сохраняется всё истинное я-человека. И это истинное я-человека в нижнем бункере полностью парализует развитие и эволюцию. Человек в каком возрасте закрылся в этом бункере, в таком возрасте он и остаётся. То есть, если у нас произошли постоянные стрессовые события тогда, когда ребёнок был маленьким, допустим, ему было годик или три, и он ушёл в этот внутренний бункер, крышка захлопнулась, и развитие остановилось. Почему же происходит такой процесс, казалось бы, который вредит Личности? Человек, закрываясь в этом нижнем бункере и отказываясь от взрослой жизни, отказываясь от взросления, пытается сохранить и запомнить те обстоятельства, в которых он был счастлив. И он бессознательно пытается воспроизвести те события, тех людей, то состояние, когда он был счастлив когда-то в детстве. То есть, происходит полный разрыв контакта с внешним миром и постоянная попытка смоделировать то время, когда я был счастлив. Верхняя часть — это наше ложное «я», наше социальное, скажем так, улыбка, наше проявление вовне, которое не имеет ничего общего с нашими потребностями, которые полностью закрыты внутри. Она лишь соответствует социальным стандартам. И в этом проявлении мы чаще всего ведем себя как подчиняющиеся, как те, которые хуже, или как доминирующие, которые лучше. Что делать? Как из этого выходить? Если вы, конечно, хотите из этого выходить и хотите что-то менять в своей жизни. Во-первых, надо понимать эту всю внутреннюю конструкцию. У нас есть вот этот вот бункер, где заперта наша душа, наш селф. И если вы заметите, в нижнем конусе там громадное количество красных шариков, они являются болью. То есть селф не может выйти, потому что она мгновенно соприкасается с болью. Боль возникает именно потому, что у человека нету навыков удовлетворения своих потребностей. Когда он пытается удовлетворить что-то из потребностей, он понимает, что он это делать не умеет. Он не получает удовлетворения и убеждается лишний раз в том, что он несостоятельный, неполноценный, и на дне ему только и место. И вот это вот разделение на некий социальный манекен и на истинное «я», которое заблокировано, в котором остановлено развитие на каком-то предшествующем эволюционном этапе и составляет структуру ложного «я». Человек может быть где-то там на работе более ценным или где-то как-то реализовывать себя в каком-то хобби, но как только он попадает в отношения со значимым взрослым, он мгновенно попадает в этот внутренний саркофаг. Для того, чтобы нам выйти из этого саркофага, мы должны изменить своё представление о себе. То есть фактически в «селф» должна появиться в сознании хоть какая-то ценность. «Селф» на уровне сознания обнаруживает пространство, пространство какой-то активности, деятельности или мышления, где у «селф» меняется представление о себе как о чём-то ничтожном, как о чём-то ценном. Давайте приведу простой пример. То есть я себе считала ничтожеством, а потом у меня началось получаться, например, проводить йогу. И в этой реализованности у меня меняется представление о себе. Если меняется представление о себе, значит, я предполагаю, что я могу быть не только неценной, но какой-то другой. И вот эта деятельность, где я ценная, становится тем маяком, на который «селф» потом и выйдет. Вот на этом видео мы видим, как появляется луч этой ценности, потому что эта ценность образовывается именно из-за потенциала. И по этому лучу «селф» и начнёт выходить. Она поднимается вверх. Здесь уходит протестное поведение. Вот это вот протестное поведение «я не хочу взрослеть» должно уйти. И тогда «селф» сможет выйти из этого убежища, из этого бункера. Вот это протестное поведение, которое не даёт взрослеть, чтобы оно ушло, человек внутри должен принять решение о том, что он другой, чем он казался себе. Находясь в нижнем конусе, находясь в этом внутреннем бункере, человек сохраняет свой идеалистический мир. Вот этот вот мир из детства, в который он пытается вернуться. Это очень важно понимать, потому что человек, находясь в этом идеалистическом мире, он стремится к какой-то цели. И когда я с клиентами доходила, какая же конечная цель, то конечная цель — это лежать на спинке голеньким, чтобы тебе гладили животик, и ты хохотал. Фактически вернуться в это невозможно. Но психика упорно пытается смоделировать такие обстоятельства, обстоятельства, когда я туда вернусь. И эта мечта о рае, эта мечта о светлом будущем, к которому я стремлюсь, полностью парализует моё взросление. Фактически я не хочу взрослеть. И это я не хочу взрослеть, я не хочу становиться взрослой, я не хочу становиться женщиной, мужчиной, я не хочу брать ответственность. Я это не хочу и является тем протестом, который человек должен пройти для того, чтобы подняться оттуда и начать реализовывать себя. То есть фактически человек должен себя вывести из этого хрустального гроба, из этого саркофага для того, чтобы изменить свою судьбу, для того, чтобы изменить представление о себе. Для этого придётся отказаться от инфантильного идеалистического мира и от инфантильного идеалистического представления о себе. Потому что именно возможность быть честным с собой, возможность сказать, кто ты есть сейчас, и возможность понять, какими ты качествами на самом деле обладаешь, сейчас, а не в своих фантазиях, оно помогает человеку изменить свою идентификацию. В этом нижнем саркофаге, в этом идеалистическом мире есть один нюанс. Должен появиться кто-то, кто мне это сделает. Потому что представление о рае — это представление о ком-то извне, кто улучшит мою судьбу. Это мечта о хорошей матери, которая сделает для меня всё то, что не сделала настоящей. Проявит заботу, всё купит, создаст какой-то рай. И в этом инфантильном идеалистическом мире всегда есть некий внешний объект, из-за которого изменится моя жизнь. То есть верхнее поведение — это нахождение в пространстве или доминирование, или подчинение, а нижнее пространство — саркофага — это нахождение в постоянных мечтаниях, пребывание в идеалистическом мире, который сохраняет мой призрачный рай, ожидание которого я жду. Это как ожидать явления опять Христа на землю. То есть я сижу там и жду, когда это явление произойдёт. Вот это световое пятно, вот это моя ценность, которую я сначала создаю. И перебираясь туда, я меняю идентификацию, я меняю представление о себе. И селф, перемещаясь в него, покидает этот хрустальный гроб, этот саркофаг забытия, в котором она находится, и снит сны про себя. Ей кажется, что она на самом деле вот такая. Когда человек, любой человек, который пережил, любой рождённый человек, у него есть такой саркофаг, но из него можно выйти, и в него ты будешь возвращаться, когда у тебя будут появляться значимые люди, с которыми у тебя будут включаться старые паттерны. Но чем больше у тебя ценностей и тем больше новой идентификации и лучшего понимания о том, кто ты есть, тем меньше шансов у тебя вернуться обратно в этот саркофаг и начать действовать с помощью тех же паттернов поведения, которые у тебя были и в детстве. И попадание в этот саркофаг всегда сопровождается аффективными состояниями, аффективными эмоциями и состоянием беспомощности. Давайте посмотрим на видео, как это происходит. Вот душа преисполнила своей ценности, поменяла идентичность, потом она может потерять эту ценность и потеряться вообще, потом она ищет значимый объект, который ей создаст смысл жизни, и она обратно, из-за этого попадает в саркофаг. Потому что как только появляется значимый объект, мы сразу ему делегируем, и мы начинаем останавливать собственную активность и ждать, что кто-то сделает нас счастливым и создаст этот рай на земле, в котором мы наконец-то станем теми, кто мы есть. И мы не понимаем, что это детская иллюзия, детская мечта, которой невозможно осуществиться, но мы продолжаем жертвовать своим настоящим, жертвовать своей реализацией ради безумной надежды, что это когда-нибудь произойдет. Я завершила. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите. Но эта тема не раскрыта еще до конца. Это небольшой кусочек. Я буду постепенно в своих видео ее дораскрывать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всего хорошего.